Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент. Доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня по скайпу бывший глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Телефон прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Код плюс 371 для тех, кто звонит из-за рубежа и номер ватсап 230-6191. Пишите, мы также озвучим ваши вопросы. Сергей Александрович, 28 лет назад, в 1991 году, произошел пуч в августе. Как сегодня можно оценить те события и можно ли, которые происходили тогда, и что вы вспоминаете? Ну, на самом деле, мне приятно, что эти события закончились поражением КЧП. И мы защитили первые ростки демократии, которые только-только начинались в России. Я с этим ощущением живу эти все 28 лет. Конечно, есть какая-то группа людей, которые противятся тому, что происходит, противятся тому, что КЧП проиграло. Конечно, очень хочется им вернуться в советскую систему. Но если вы обратите внимание, то КЧП состояло в основном из военных людей. Из тех, которые создавали оружие, которые создавали армию. И это очень характерно, потому что они защищали свои принципы. Принципы, так сказать, военного управления страной. Кстати говоря, в больших странах это происходит везде. Есть группа так называемых силовиков, которые хочут построить все по-своему, без демократии, без прав человека. И есть так называемые либералы, которых обзывает сегодня наш президент по-всякому. Но на самом деле без либерализма, без этого научного, скажем, течения, вообще не может быть никакой нормальной жизни ни в одной стране. Поэтому борьба между этими двумя направлениями развития страны, она продолжается. Я думаю, будет всегда иметь место. Если говорить о том, что было тогда, все же, почему было так необходимо оборонять именно Белый дом? Потому что там был Ельцин. Главная задача ВКСП была арестовать его. И если бы Грачев и Лебедь в Архангельском по-своему не решили проблему эту, то если бы они решили ее так, как им было приказано, то никакого Белого дома уже не было бы. Потому что Ельцина в Архангельском арестовали бы, и дальше все развивалось по их планам. А когда он приехал в Белый дом, в Белый дом и мы все приехали, я был в Железноводске в это время, и на самолете прилетел в Москву, возглавил депутатский штаб в Белом доме. И все силы были сосредоточены на защите Ельцина, на самом деле. Потому что это была фигура, кстати говоря, которой сегодня не хватает, в общем, в стране лидера такого демократического. И все силы были направлены на то, чтобы поднять Москву, поднять страну, для того, чтобы не дать возможности победить к качапистам. Они понимали, что центральная фигура – это Борис Николаевич, поэтому все силы были направлены на то, чтобы его арестовать. Что вы чувствовали тогда, вот чисто по-человечески, когда все происходило, когда ГКЧП, когда, в общем, еще непонятен был исход этой истории? Не знаю, я четыре дня был в Белом доме, был весь в работе, поэтому отвлекаться и думать о чем-либо было совсем невозможно. И как-то не то, что он отгонял от себя эти мысли, просто был далек от них. Хотя, на самом деле, несколько моментов были такие, которые заставляли задуматься немножко о том, что будет, если, скажем, победа будет на их стороне. Но по мере того, как накапливались люди в Белом доме, по мере того, как окружали Белый дом все больше и больше, так сказать, сторонников наших, как-то было не до этого, честно говоря. А я единственное, что заражал, был одной мыслью. До первой крови. Вот первая кровь будет, и все это остановится. И она действительно была первой кровь, когда погибли наши ребята на Арбате, и все кончилось. Как будто по мановению палочки. Хотя я в это время искал Назарбаева, у меня, казалось, это наиболее влиятельная фигура осталась в стране. И ночью, где-то в 2 часа ночи, меня телефонистка соединила с ним. И мне кажется, вмешательство Назарбаева тоже способствовало тому, чтобы быстро кончить вообще здесь вот беспредел, который был. Но вы ведь ушли в отпуск, как вы сказали, вы были в отпуске тогда, а ушли в него без какого-то тревожного сигнала, ну, тревожного чувства, может быть. То есть, все, что случилось, было неожиданно. Абсолютно не ожидал никто. Мне кажется, и Борис Николаевич не ожидал. Время с этой точки зрения имя было подобрано абсолютно точно, потому что должно было быть подписание договора. И Ельцин бы его подписал, безусловно, что было бы потом, пока трудно прогнозировать и говорить о чем-нибудь. Но мне кажется, что этот вариант более подходящий для сохранения СССР, чем вариант, который выбрали гагачеписты. Вы смотрели пресс-конференцию Янаева, и что вы чувствовали в тот момент, когда... Видел грозащие руки эти. Да, знаменитые. Но вы тогда поняли, что они проиграли, или тогда еще это было непонятно? Я уже понял в Железноводске, когда я их увидел, и маленьких лебедей, которые танцуют, и музыку, которые, так сказать, передают. И главное, сказать нечего, абсолютно. Вот это самое неприятное было, когда им нечего сказать. Они прочитали какое-то дурацкое совершенно заявление в духе советской системы всей. И было понятно, что больше у них ничего нет. То есть у них была короткая задача, скорее всего, самая короткая задача, убрать Ельцина. И после этого, так сказать, можно было наводить по-своему порядок, какой есть. Но я хочу обратить внимание, что на протяжении вот всего периода советской системы, да и, к сожалению, этот менталитет и у нас до сих пор сохраняется, и в нашей стране, и в других. Мы не умеем не договариваться, мы не умеем не прощать, мы не умеем вообще ничего, кроме применения силы. И вот как венгерские события начались, потом чехословацкие события, Берлин был. Потом, где бы ни возникали такие силы демократии, силы свободы, всегда, прежде всего, начинают давить и применять оружие. Это самое страшное, что сохранилось у нас вообще от той системы. И сегодня мы видим, как наших демонстрантов разгоняют. Я за закон, хотя, честно говоря, я не очень понимаю, почему закон стал выше Конституции. Конституция, на нее почему-то президент никогда у нас не ссылается. Ссылается на законы. Но закон не может быть выше Конституции никак. И защищая, так сказать, или пользуясь, так сказать, этими законами, совершенно беспредельные применяют методы для того, чтобы успокоить эти митинги, успокоить лидеров и вообще убрать их. Потому что лидер – это 90% победы. К сожалению, у нас такого лидера, как Борис Николаевич, сегодня нет. Это, в общем, большая проблема. Вот о применении силы вы сказали и о настроениях в армии. Я хотела вас спросить тогда, в 91-м году, откуда было оружие у защитников Белого дома? Автоматы ведь были у них. Ну, был нестарно внутренний дел Дунаев Андрей Федорович. Кстати, мой сосед, мы с ним вместе живем. Он из школы милиции привел 100 ребят, курсантов. И у всех были автоматы. И мне кажется, это решило проблему. Потому что нападать на Белый дом безоружный и нападать на Белый дом, или брать его, когда там есть люди с оружием, это вообще очень многих поколебало. И, прежде всего, командующий состав. Потому что это явный признак гражданской войны, которая началась у Белого дома. Вот вы в одном из интервью говорили о том, что Борис Ельцин никогда не хотел быть президентом СССР. Он говорил вам об этом, о том, что у него есть? Говорил. И не только мне, он многим говорил. И всегда, ну, как-то ему в этом вопросе мы очень верили. Почему? Потому что быть президентом Советского Союза – это наше время. Это, конечно. Тем более, это не страна, это империя, на самом деле. И его держать можно только силой. Или деньгами. То есть, опять же, известный факт, что Борис Ельцин и Михаил Горбачев друг друга недолюбливали. Михаил Горбачев – первый и единственный президент СССР. Он занял эту должность, и потом же, в общем, СССР уже и не стало. Но вот все-таки, если говорить об их отношениях, насколько та информация, которая сейчас есть в прессе, соответствует действительности о том, что они друг друга не любили на личном уровне. Да. То есть, это, к сожалению, было. И это очень мешало вообще работе. Но ведь Ельцин вступился за Горбачева, когда его отстранили. Да. Он фактически его спас. То есть, личные такие взаимоотношения не самые приятные. Есть личные отношения, а есть отношения еще государственные. И что касается государственных отношений, Борис Николаевич всегда придерживался объективных данных и не позволял себе ни оскорбления, ничего, так сказать. Хотя, с той стороны, он натерпелся очень много. Это на наших глазах все было. Мы же это все видели. Вот поэтому их отношения, особенно отношения Горбачева в начальный период Первого съезда народных депутатов, конечно, было безумием. Когда он пытался свою линию протащить, протащить другого председателя Верховного Совета, протащить, так сказать, какие-то свои законы, свое правительство российское сделать. Мы это сразу поняли. И, слава Богу, съезд поддержал, в общем-то, вот эту демократическую часть. Их было у нас всего 28% на этом съезде. И мы поняли, что с Ельцином будет победа во всем. Но тем не менее, как вы считаете, роль Михаила Горбачева, потому что он очень почитаем на Западе, его воспринимает как человек, который разрушил Советский Союз, закончил историю империи зла. Вот насколько справедлива западная критика, западные СМИ, западные политики, эксперты воспринимают фигуру Горбачева сегодня? Я тоже его так же воспринимаю. Горбачев – это великая личность, которая дала возможность вообще сделать следующий шаг. То, что произошло с Советским Союзом, но меня это мало интересовало, конечно, меня больше не интересовало. Что Россия освободилась от всех пут советских и имела возможность у себя самостоятельно проводить реформы, которые очень-очень были нужны в России. Но Михаил Сергеевич, мне кажется, сделал, конечно, одну ошибку. Он начал проводить реформы, имея за спиной у себя не помощников, а фактически ярах противников, которые потом пытались его сместить и восстановить все то, что делал он. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, задавайте вопрос. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, во времена Екатерины Второй, таких как Гельцин и Горбачев, четвертовали. Вот скажите, пожалуйста, был хоть один случай помилования? Спасибо. Помилования кого? Видимо, это скорее реплика, чем даже вопрос. Мы попросим нашего радиослушателя позвонить. Вот тоже, вот этот менталитет советский, он проявляется во всем, и здесь тоже. Вот надо было повесить кого-то, четвертовать кого-то, вот кого-то уничтожить надо. Никто не хочет думать о том, а что стоит вообще, так сказать, за каждой личностью. Что эта личность, какую линию проводит, что, так сказать, он делает для страны, для людей. Вот об этом мало кто думает, а вот повесить, да, это очень по-нашему. Когда-то Рудской вышел на крыльчика Кремля и говорит, вот в эти столбы мы всех повесим, всех тех, кто демократы и либералы. Вот тоже, вместо того, чтобы подумать о том, как страну поднять, как ее, так сказать, жизненный уровень сделать выше, людям сделать, так сказать, доброе дело. Нет, вот надо повесить всех тех, кто сделал шаг вперед. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Александр. За 20 минут ваш оппонент наговорил столько, что можно беседовать, наверное, вечерами и декадами. Вот вопрос простой. Вот меня здорово резанула ваша последняя, значит, фраза о том, что, значит, вас не волновал, вообще-то, развал Советского Союза, вас волновала Россия. А вот 20 миллионов русских, которые остались, кстати, и при Балтике, значит, и живут до сих пор, благодаря, значит, вашего президента, Бориса Николаевича Ельцина, за его, значит, скоростоподспешность и вообще совершенно дикие необдуманные поступки в взаимоотношениях с бывшими республиками Советского Союза. Вот вам, как человеку, не было неприятно вообще работать с таким человеком, как Ельцин, морально нечистоплотным, значит, падким на алкоголь и, откровенно говоря, трусом, самым большим эвантюристом. Значит, вот у вас не было ощущения, что этот человек вообще в Россию загонит в тупик? И что практически произошло в 99-м году? Еще чуть-чуть, она брухнула просто. Да, спасибо вам. Ну, вот такая эмоциональная реплика нашего. Знаете, у меня ваших ощущений не было никогда. Сергей Александрович, вы в 91-м году, вы вспомнили вот Рудского как раз, в 91-м году вы возглавляли депутатский штаб обороны Белого дома, а в 93-м вы глава администрации президента Ельцина, и он дает как раз приказ о штурме Белого дома. Вот как вы воспринимали эту, ну, противоречивость, что ли, такую вот, может быть, противоположность этой ситуации? Знаете, я вообще был с самого начала противником этого указа, 1400, и в последующем старался, в общем, чтобы не доходило туда крови. И были организованы переговоры в Свято-Данилово монастыре. Я организовал встречу Бориса Николаевича с патриархом, и патриарх попросил, чтобы при нем, под его, так сказать, взглядом и при его председательстве были переговоры между Белым домом и президентской командой. Но, к сожалению, они закончились ничем, потому что Белый дом все-таки пытался препятствовать этим переговорам. Хотя в начале мы с председателем палат Соколовым и Рамазаном Абдулатиповым подписали первый протокол, в соответствии с которым включили все жизнеобеспечивающие вещи для Белого дома и пытались оттуда убрать оружие. Это единственное, что нас очень волновало, потому что было много оружия. Об этом знали американцы. У меня был посол Соединенных Штатов, Пикеринг, который сказал, мы знаем, какое оружие там есть, и очень беспокоимся за детей и за женщин. Посоветуйте, что делать, вывозить их или спустить их в подвал. Поэтому то, что произошло, к сожалению, все-таки привело к расстрелу Белого дома, привело к стрельбе и потерям довольно большим все-таки. А желание Бориса Ельцина распустить Верховный Совет, вернее решение? Оно было давно, на протяжении 93-го года. Он делал три или четыре попытки, чтобы взять себе полномочия как президент, самое главное, для того, чтобы проводить все-таки реформу, потому что со стороны Верховного Совета и Съезда были колоссальные препятствия для того, чтобы принимать необходимые законы. У президента по Конституции в тот период времени не было полномочий, практически никаких. Распустить парламент он не мог, а Съезд мог ему объявить импичмент. Распустить правительство не мог, Съезд народных депутатов мог это сделать. Объявить референдум он не мог, Съезд народных депутатов мог объявить референдум. Ну и так далее. Вот эти все положения, они, конечно, сковывали его действия. И было непонятно, в 1991 году мы без особого труда, честно говоря, избрали президента Российской Федерации для того, чтобы усилить исполнительную власть. И после этих решений Съезд народных депутатов и Верховный Совет стал препятствовать всем начинаниям, которые делались по реформе, которую проводил Егор Кайдар. Первый удар был по нему, его в конце 92-го года сняли. Второй удар был по Ерцину, которому чуть-чуть не объявили импичмент, там не хватило 60 с листом голосов. Но самое главное, нам важно было провести референдум для того, чтобы понять, какая разница между соотношением сил на Съезде народных депутатов и в обществе. И мы оказались справа. Когда прошел референдум, все то, что Съезд народных депутатов отметал и пытался, так сказать, сделать, народ это не поддержал. Он поддержал Ельцина, он поддержал реформы, он поддержал досрочное переизбрание Верховного Совета, он не поддержал досрочное переизбрание Ельцина. Это много чего стоило. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Сергей Филатов с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. Здравствуйте, Сергей Александрович. Добрый день. И звонок у нас с него, и начнем эту часть программы. Здравствуйте, как вас зовут? Александр, извините, маленький вопрос. Да. Сергей Александрович, вот вы, наверное, читали книгу Александра Васильевича Коржакова. Ну, кровный брат, можно сказать, Ельцина, уж он-то получше вас его знал. Так вот он сказал, что этого алкоголика даже близко нельзя было допускать к власть. Да, у вас есть вопрос, или вы будете репликами сегодня? Да, да, вот вопрос. Вот вы читали эту книгу и согласны с тем, что он пишет. Спасибо. Я не читал эту книгу, но знаю одно, что Коржаков очень злобный человек. И я удивляюсь, как он при таком отношении к Ельцину охранял его, был командиром охраны. И много лет, по крайней мере, с 91-го года я видел его как защитника Бориса Николаевича. Я не очень понимаю, как может человек до такой степени измениться. Изменился, наверное, только потому, что он его отвадил от этого. И в 96-м году он его снял с этой должности. Вот на базе озлобления своего он написал эту книгу. И ни одного доброго слова, по-моему, ни о ком он там не написал. Сергей Александрович, а почему вы после 96-го года не остались с Борисом Ельцином? Не остались после 90-го года? Я не остался. Да, да. Ну, во-первых, я уже пенсионером стал в это время. И, честно говоря, мне не нравился закон, по которому надо было каждый год подавать заявление, чтобы тебя оставили еще на 5 лет. Я ушел. Ушел и стал заниматься общественно-политической деятельностью. Как вы оцениваете выборы 96-го года? Голосу или проиграешь? О них много говорят. Это возможная победа Зюганова, либералы очень часто, ну, те люди, которых называют либералами, говорят, что это была наша ошибка, что нужно было дать победить тому, кто победит, а не тянуть Ельцина. И, может быть, тогда бы не пришла эпоха Путина. Вот как вы... Я не очень понимаю слово «тянуть». И я занимался этими выборами, был заместителем начальника штаба Бориса Николаевича и руководителем общественной поддержки Бориса Николаевича, в который вступило более 450 общественных объединений и организаций. И должен вам сказать, что мы, конечно, очень переживали, потому что в начальный момент у Ельцина был рейтинг где-то 5-6 процентов. Когда он стал ездить по регионам, его рейтинг не поднимался. Он приезжает в регион, у него, скажем, до этого там рейтинг был 17 процентов. Уезжает, замеляем рейтинг, он где-то 11-12 процентов. То есть все уменьшается. Начали анализировать, в чем дело. И, ну, быстро, конечно, поняли, что появление его и поведение его в регионе, оно не соответствует, так сказать, предуборной кампании. Когда подняли фотографии 91-го года, когда его шахтеры фактически окружение вели среди публики, то эти выборы он вел, шел под конвоем своей охраны, чиновников. Это, конечно, людям очень не нравилось. У него не было свободного разговора с людьми. Когда эти ряды перестроили, то постепенно в регионах рейтинг стал расти. И, ну, команда была уже довольно хорошая, которые занимались этими выборами. И где-то в мае месяце, по-моему, в середине мая, рейтинг Дзюганова и Ельцина сравнялись. И после этого он стал подниматься. Мы немножко вздохнули с облегчением, потому что стали понимать, что выбор все-таки Ельцин выиграет. Я не очень понимаю, это Дзюганов уже выиграл, этот выиграл. Самый драматичный был период, когда после первого тура у него случился инфаркт. Это был удар по всем. И начали искать пути, как все-таки добиться, чтобы второй тур прошел при его победе. И, конечно, эта трагедия была не только выборной кампанией, а трагедия была последующих лет. Потому что мы практически остались без президента. — Привлекали ли американских специалистов? Потому что в Голливуде даже был снят фильм о том, что американские пиарщики приезжали для того, чтобы помочь Ельцину победить в 96-м. — Я ни разу не встречался ни с кем и не слышал о том, что работают американские пиарщики. Может быть, они и были. Не исключаю этого. Но они работали могут с какой-нибудь группой людей. У нас был так называемый аналитический центр, который возглавлял Чи Бойс. Может быть, они и встречались с ними. Но я с ними не встречался. И, как говорят, я никого не видел и не знаю. — Денис Герасимов в Фейсбуке задает вам вопрос. Как Борис Николаевич стал президентом Российской Федерации, если согласно Конституции, статье 81 пункту 2, он должен был прожить там не менее 10 лет? А основана она была 25 декабря 1991 года. Такой вопрос. — Я не очень понимаю, какой Конституции 1991 года. У нас одна Конституция была 78-го года, Брежневская, и Конституция 93-го года. В промежутке, в 91-м году до 93-го года, в Конституции было внесено порядка 400, по некоторым оценкам 600 поправок. она была очень противоречива и затрудняла возможности законодателей. Более того, я уже говорил о том, что не было равенства между ветвями власти, особенно между президентом и законодателями. — Ну, еще вопрос от Дениса, сразу его задам. Как граждане Советского Союза могли проголосовать с паспортами СССР за Конституцию РФ? — Ну, они граждане России. У меня желание голосовать по национальному признаку. — 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы и пишите в WhatsApp 230-6191. Звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? — Добрый день. — Добрый. — Алексей, мне зовут. — Да, Алексей, задавайте вопросы. — А Борис Николаевич Ельцин, по существу, совершил два государственных переворота. Первый — это ГКЧП, потому что, в принципе, те люди, которые были в ГКЧП, они имели право объявлять чрезвычайное положение. А второе — это когда он разогнал съезд народных депутатов. Так ли это или нет? — Да, спасибо вам за вопрос. Два вопроса. Ну, один. — Ну, что касается первого, я не очень верю в то, что эти люди имели право объявлять чрезвычайное положение и делать переворот в стране. Фактически они делали переворот, потому что они отстранили президента. Это и есть с их стороны переворот. Ельцин защитил фактически и Конституцию, и защитил государственную власть России. Что касается второго, да, юридически, наверное, это правильно. Вы считаете, что он сделал переворот. Я тоже считаю, что это был переворот. Но на самом деле, когда это в других странах происходило, когда одно из детей власти создает удушающее состояние ее работы, то происходят либо революции, либо перевороты, либо какие-то силы вмешиваются, так сказать, в эти процессы, неконституционные. Но, как правило, это себя оправдывает. И в данном случае тоже оправдало себя, потому что мы освободились от насилия одной ветви власти. Понимаете, вот тоталитарная система, она не только плоха, когда эту всемогущую власть имеет один человек. Она плоха, когда имеют ее законодатели. Она плоха, когда имеет ее и судебная система. Поэтому не случайно провозглашается в демократических странах провозглашается равенство в ветве и власти. И это самый важный принцип, который не дает возможности идти к диктатуре. Потому что если нет равенства между ветвями власти, то появляется вертикаль власти. Вертикаль власти обязательно подчиняется одному человеку. Тогда ни о какой демократии, ни о каких общественных силах быть разговором не может. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Ульга Ушаковна. Сергей Александрович, вот будьте любезны, вы упомянули... Делайте почише радиоприемник, Ольга, мы слышим их. Ага, сейчас, секундочку. Сергей Александрович, вы упомянули о реформах, которые проводились Борисовым Ельцином и его сподвижниками. Скажите, а вот та система, которую вы разрушили, именно за тоталитарную систему, и привели к демократию посредством всей той экономической основы, которая была потом поделена во время вот этих реформ, путем залоговых аукционов. Это считается вообще-то официально, неофициально, пристанными правоведами международными. Это величайшая кража. Да, какой у вас вопрос, Ольга, очень мало времени задавайте, пожалуйста. Сергей Александрович, не считаете ли вы, что вот это, или может быть как-то вы думали, что вот эта вот кража и есть величайший вот тоталитаризм криминала, которого не было в истории? Спасибо. Спасибо. Ну, залоговые аукционы в том числе. Ну, я согласен с вами, что это была самая грубая ошибка, которую мне кажется совершил Борис Николаевич, когда пошел на согласие с олигархами, на залоговые аукционы. Но это не значит, что вся реформа, которая проводилась в стране, экономическая реформа, она этим была заглушена. Нет, она продолжается и продолжается в этом плане. Да, есть ли у нас еще звонок? На помню телефона прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также можете звонить и задавать вопросы нашему гостю, бывший глава администрации президента России Бориса Ельцина. С нами сегодня на прямой связи Сергей Филатов. Да, и что касается вертикали власти, потому что вот вышел недавно, ну, относительно недавно, фильм Виталия Манского «Свидетели Путина», в котором как раз показано, как Ельцин выбирал преемника и как потом он разочаровывался в нем. Вот рождение Путина, рождение феномена Путина, вот вы наблюдали за этим процессом? Ну, конечно, как и все. На ваш взгляд, что произошло? Это была ошибка Ельцина все-таки? Ну, начнем с того, что мне показалось, что это не не стопроцентный выбор Бориса Николаевича. Все-таки тогда уже олигархи задумывались над тем, почему они олигархами стали называться, потому что они начали влезать по власти. Вот когда Ходорковский попытался, так сказать, влезть во власть, его Путин очень быстро отварил от этого и показал всем, что это недопустимые вещи. Каждый должен заниматься своим делом, экономикой, бизнесменом, экономикой, политикой, политикой и так далее. И мне думается, что под воздействием вот этих сил Борис Николаевич пошел на смену, пошел на то, чтобы кого-то найти себе преемником. Ну, как видите, на глазах он выбирал. Он выбирал через тех, кто шел в правительство, руководительность, смотрел на них, так сказать, со стороны и, остановив свой выбор, остановил на Путине. В тот период времени единственное недостаток, который мы все знали, он был сотрудником КГБ. И это при всех мучениях, которые мы пережили в советский период времени, мы понимали, что это может быть, отрицательно сказаться вообще на жизни страны. Во всем остальном, во всем остальном, на взгляд многих людей он был. Мы сейчас напомним телефоны прямого эфира в нашей студии, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы звоните нам, задавайте вопросы. Сергей Филатов, бывший глава администрации президента России Бориса Ельцина, у нас на прямой связи по скайпу. Да, Сергей Александрович, слышите ли вы нас? Да. Во всем остальном, вы сказали, он был? Нет, ну во всем остальном, тех, который прошел большую школу, вообще говоря, управленческую. Ведь только в одной администрации президента он был и руководителем контрольного управления, руководителем территориального управления. Он был в последующем руководителем ФСБ, был руководителем правительства. То есть, пройдя вот эти все ступени, конечно, человек был подготовлен для того, чтобы работать президентом. Ну и нас успокаивало то, что он был помощником Собчака. Собчак был один из лидеров демократического движения в стране. И в этом плане, конечно, никто не предполагал, что будет такой резкий поворот с его стороны в строительстве государства и государственной политики. Вот, Гляд, это закономерность или случайность? Все-таки мы говорили и вы говорили в начале нашего эфира о менталитете. То есть, Путин – это отражение общественного мнения? Это действительно тот запрос, который был? Не знаю, мне кажется, Путину мало интересует общественное мнение. Все-таки мы привыкли к тому, что никогда никто не мог отгадать следующий его шаг. Он его держал всегда при себе. Был этот шаг всегда неожиданным. И, как правило, разворачивал страну в неожиданном направлении, скажем так. Ну вот, Россия сегодня, о тех протестных настроениях, которые мы сегодня можем наблюдать, даже, как сказал у нас в эфире, глава ВЦИОМ протестных настроений нет в таком масштабе, но люди выходят на улицы, тем не менее. Как вы сегодня все это оцениваете? Ну, видите, когда Ельцин начинал, не было тоже такого протестного настроения. Они собирались в Лужниках, там собирались небольшое количество людей, но постепенно, видя реакцию власти на действия оппозиции, а власть сделала серьезные ошибки всегда, постепенно это протестное движение росло. И выросло до миллиона человек на площади у гостиницы «Москва». И вот тогда серьезно задумывался Крабачев о том, как надо утихомирить эту ситуацию. Хотя он тоже, прежде всего, прибегал к насилию. Мы помним, когда ввели в Москву войска для защиты якобы депутатов от коммунистической партии, как вели себя, так сказать, омодовцы и все прочие. Это были грубые ошибки, которые сегодня повторяются. Вообще то, что нам показывает телевидение, когда бьют женщин, когда бьют, так сказать, мужчин, не повинных ни в чем. Повинных, может быть, в том, что они, нарушая закон, но не нарушая Конституцию, выходят на площадь с протестными какими-то движениями. Мирно выходят. Мирно. Я здесь услышал, у кого-то нашли нож, а потом вдруг по радио и по телевидению говорят, идут люди с ножами в карманах. Ну, это вообще безобразие. Как можно так о людях говорить? Когда у кого-то одного нашли, еще неизвестно какой нож, вдруг это во множественном числе говорят, что вот это бандиты, которые с ножами в карманах вышли, так сказать, на площадь. Ну, может, да. Мне кажется, это не метод борьбы. Все-таки надо садиться за стол переговоров, надо договариваться о том, чтобы этих протестных движений такого рода, чтобы их не было. Силой их не погасишь. Силой пытались погасить в Венгрии, в Чехословакии, в Берлине, в Грузии. Это не метод вообще, говоря. От такого советского метода надо отступать. А замалчивание каких-то событий? Потому что сейчас много в западных СМИ говорят о ЧП под Северодвинском, взрыв ракеты, возможно, ядерного реактора, радиационное заражение. Здесь можно провести аналогию с Чернобылем, хотя, возможно, все-таки мы предполагаем, что масштаб различается, но, тем не менее, вот это тоже продолжение некой советской модели? Конечно. Конечно. Если читать внимательно Конституцию, даже невнимательно, там написано, что все события, которые влияют на здоровье человека, обязаны в быстром времени, обязаны получить полную информацию, люди. Полную информацию. У нас звонок, еще примем его. А события эти очень напоминают Чернобыль. Потому что, когда Чернобыль 26 числа произошел, то постепенно в одной газете одно пишут, в другой газете другое пишут, в третьей газете ничего не пишут, в четвертой газете успокаивают. И мы пользовались в основном слухами людей. Мы, кстати говоря, с женой были в это время в санатории в Прибалтике, где прошла эта туча. И там нас предупредили. Ни ягоды, ни грибы, ничего не собирать и не рвать. Но почему это происходит передача словами, почему об этом не написать в газетах, почему об этом не сказать на телевидении, я этого не понимаю. И это действительно касается состояния здоровья людей. У нас звонок, да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Да, как вы? Алексей, будьте так любезны, скажите, а вам не было стыдно за пьяные выходки Борис Николаевича и можно ли было их предотвратить? Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Я не знаю, о каких выходках вы говорите. Ну что ж, на этом мы подведем итог нашего эфира. Спасибо вам большое, Сергей Филатов, глава администрации Бориса Ельцина, был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Всего доброго. До свидания. Спасибо.